доброй ночи любое другое время суток по вашему выбору тут вот в очередной раз наткнулся на очередной пост про невинно расстрелянную бабушку матрону степановну конюхову который шел девяностый год а проклятая советская власть ее расстреляла ни за что и закопала в бутылу да что сказать я кстати не буду отрицать что в данном случае проклятая советская власть действительно бабушку расстреляла да и более того скажу я не буду тут особо отмазывать доблестных рыцарей из нквд дело в том что это лето 37 года это работают ежовцы вот у нас же как понимаете ежов свое время дал показания да где он рассказал что он построил систему так чтобы было выгодно всячески фабриковать дела накручивать количество соответственно арестованных расстрелянных и так далее тому подобное то есть грести как можно больше невинных людей вот для того чтобы вызвать недовольство в стране вот и соответственно содействовать за гору по свержению сталина у нас все это обычно объявляют показаниями выбитыми да то есть ничего такого ежов якобы не делал все это вранье вот но вот это вот дело с этой бабушкой и не только лишь с ней это хороший хорошее подтверждение того что ежов судя по всему говорил правду но судя по тому как работали его орлы а вот я хочу заметить что ежова расстреляли и многих в орлов 38-40 годах отправили кого по этапу а кого к стенке а вот за такие вещи вот ну вот я почему хочу остановиться на этом деле да потому что оно очень хорошо как бы вот нам живописует как эта система работала ну потому что скажем году в тридцать четвертом тридцать пятом до или в году в сороковом это бабушка она бы скорее всего под расстрел бы не пошла вот а отделалась бы может быть там высылкой на сто первый километр или может быть каким-то мелким сроком и так далее и тому подобное вот значит посмотрим эту бабушку на бессмертном бараке на соответственно не грамотная приговорена тройку нквд контрреволюционной церковно-монархической деятельности так далее и тому подобное член контрреволюционной группы вы за выдавала себя за прозорливую на квартире принимала почитателей в контрреволюционных целях прославляла могилу умершего папа валентина амфитеатрова распространял контрреволюционные сути сразу скажу папа валентина амфитеатров умер без участия советской власти вот просто не дожил да и ссылочка на архивное дело вот это вот ссылочки вот эти на архивное дело это просто прекрасно об этом хотелось бы поговорить отдельно я уже когда-то в ролике про двух священников орловых об этом говорил но сейчас еще немножко поговорим да что касается вот этих вот рассказов про то что на бутовском полигоне там и так далее и тому подобное это на совести как бы бутовского полигона да но потому что никаких документов насколько я понимаю о том что конкретно на бутовском полигоне нет тут во всех базах данных идут ссылки на одно и то же на все да то есть это на документы собственно самого бутовского этого полигона но вот на эти списки которые составляют уже на самом объекте да то есть никаких подтвержденных как бы фактов да нету историю про бутовский полигон все знают да там выкопали 300 тел вот потом методом экстраполяции на территорию всего определенного бутовского полигона насчитали там 30000 и включили туда практически всех кого расстреляли в москве в определенный момент времени вот там 37 38 года она вот ну и получилось там по моему 1020 да вот поэтому бутово не бутово это собственно не подтверждено вот ну ладно это не имеет большого значения вот собственно списки ой точнее ссылки все идут на что на это вот дело да вот дело естественного открытом доступе нет откуда же знают вот это вот все даться цитаты из этого дела которые приводят причем везде приводит одни и те же цитаты да вот причем дословно вот а знают они это из житий который написал свое время уже знакомый нам николай дамаскин орловский да вот то есть это дело по которому прошла матриона конюхова она не матрона на матрона это уже попытка как-то вот поменять ей именно какой-то титул до такой религиозный да она матриона а вот это дело она групповое по нему прошло пять человек вот соответственно все их жития есть в книгах игумена николая дамаскина орловского до который в свое время посмотрел эти дела вот в 90-х годах когда это было можно до написал на их как бы с основе этом кучу всяких жить и вот ну то есть выбрал и сделал то что ему нравилось и а то что ему не нравилось не выбрал вот и соответственно писал кучу жить и после чего дела опять закрыли ну потому что мы вот здесь вот я не знаю может быть они открыты но мы нигде я повторюсь нигде не видим материалов дел вообще мы видим только цитаты вот из этих вот житий понимаете и когда вот это все читаешь честно говоря охватывает злость потому что вот какой-то умный дядя с бородой когда-то пришел посмотрел документы выписал то что ему нравится да вот все все это вписал в свои жития вот соответственно а то что ему не нравится соответственно не написал да после чего как бы дела закрыты ну или идите в гарф там сами копайтесь вот я не знаю я живу в лесу и не могу пойти в гарф и я думаю что девяносто девять и девять десятых как бы население страны не может себе позволить рыться в гарфе все это искать вот собственно на это и расчет на то что никто искать ничего не будет да все верующие они удовлетворяться тем что им написал святой отец дамаскин да ну потому что он религиозный авторитет вот а не верующие но просто не будут этим заниматься вот а если дела закрыты этого вообще никто никогда не увидит так вот это вот то что я хочу сказать по поводу этих самых жить и но даже в житиях есть достаточной информации чтобы сделать кое-какие выводы вот теперь почитаем пятьдесят восьмую статью у к рсфср которая действовала на тот момент все эти люди да они прошли по 58 10 и получили расстрел да а вот обычно по 58 10 расстрел не дают до шесть месяцев там лишение свободы и так далее и тому подобное пропаганда или агитация содержащие призыв к свержению подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений а равное распространение или изготовление или хранение литературы того же содержание влекут за собой лишение свободы на срок не ниже шести месяцев те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных или национальных предрассудков масс вот это вот ключевой момент с использованием религиозных предрассудков масс или военной обстановке или в местностях объявленных на военном положении влекут за собой меры социальной защиты по статье 58 2 настоящего кодекса эта поправка введена 6 июня 27 года то есть действовала на тот момент статья 58 2 вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных целях там траляля все дела влекут за собой высшую меру социальной защиты расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискации имущества и с лишением гражданства союзной республики ну и так далее и тому подобное вот он этот расстрел откуда в этих делах берется расстрел я повторюсь я просто хочу показать как это все работало да вот и так теперь мы как бы поняли механизм переходим к чтению показаний которые нам милостиво согласился вырезать из дела на вот господин дамаскин соответственно понимаете дело в том что вот дело да она большое там не только там кусочек допросы есть нам вот которые нам тут приводит там есть показания соседей знакомых прихожан там еще кого-то и так далее тому подобное целая куча материал вот а нам тут соответственно показывают только маленький кусочек который понравился батюшки так короче конюха матрена степановна мученица они все мученики вот эти вот все да то есть они все святые и так далее тому подобное родилась про жизни вообще ничего нет вот я только замечу что она была неграмотная вот то есть русская православная церковь которую она так любила не озаботилась вот ее образованием вот 26 августа 37 год была арестована сотрудниками нквд вот допроса 31 августа на какие средства с существуете поскольку вы находитесь без определенных занятий я существую на средства получаемые от своих многочисленных почитателей назовите ваших почитателей меня на квартире посещает большое число почитателей вот меня посещает анна ивановна зерцалова мы с ней встретимся вот наташа работает где-то без слях и броня пенсионерка мавра пенсионерка александра духовную дочь умершего священника амфитеатрова вот просковья ну и так далее тому подобное объясните цель посещения вас мои почитатели приходят ко мне для того чтобы оказать нематериальную помощь посоветоваться о своих делах у кого-нибудь кто-нибудь заболеет или арестует опять идут ко мне посоветоваться ну то есть мы видим что ну как бы бабушка живет на нетрудовые доходы мягко говоря но тут это можно как нищенство квалифицировать но потому что извините меня пожертвование за то что ты святая да вот или какая то про прозорливица там да и так далее и тому подобное это материалистическом мозгу следователя нквд может проходить том числе и как мошенничество на самом деле да но мошенничество ей насколько я понимаю здесь никто не предъявлял но в любом случае это не трудовые доходы да то есть и так далее вот я им советую чтобы они терпели молились направляла в церкви на моря на могилу этого священника ну кстати могилу в тридцатых годах снесли потому что там к ней было целое паломничество организованы в том числе этими ребятами а вот так же ко мне обращались и спрашивали вступать ли в колхозы я в этих случаях давала уклончивый ответ и говорила смотрите сами вам виднее где народ живет лучше если можете потерпеть конечно лучше не вступать а вот то есть мид агитация уже против вступления в колхозы да у не очень уклончивый ответ как-то получается потому что если вступишь в колхоз то придется забыть о церкви вот полная фигня молиться можно было кому угодно были случаи когда ко мне приходили возвратившиеся и ссылки и спрашивали как им получить документы подписаться или же возвратить отобранное имущество вот я советовал молиться и так далее и тому подобное следствие располагать данными что вы среди верующих выдавали себя за блаженную и прозорливую вы это подтверждаете да мои почитатели считают меня блаженной и прозорливой но сама я этого никому не говорила следствие располагает данные данными что вы на могилу священника амфитеатра вы организовали паломничество и выдавали его за святого я кстати замечу что амфитеатров в тот момент святым не был насколько я понимаю вы канонизировали гораздо позже уже после ссср вы это подтверждаете да я не отрицаю вот что священника прославляла как святого и так далее и тому подобное ну то есть она церковные законы практически нарушает значит рассказывая про пришедших исцелениях по его молитвам и так далее и тому подобное распространяя его фотокарточки его жизнеописание вот фотокарточки это интересно потому что чтобы фотокарточки печатать надо иметь фотостудию понимаете это к сожалению тридцатые годы это не то как сейчас да там вы щелкнули на смартфон там бах-бах через три секунды у вас там эта карточка вы можете раскидывать по e-mail нет надо было иметь некоторую аппаратуру да и помещение специально для этого мы почитатели священника валентина амфитеатрова подготавливаем открытие его мощей ведем записи о всех происшествиях исцелениях как при его жизни так и после смерти вот которые распространяются среди его духовных детей на вот и так далее и тому подобное с могилы священника раздается песок цветы другие реликвии как святыни ну понимаете вот как на это все должен смотреть человек с материалистическим взглядом ума а следователь кВД вынужден таким быть как на организацию извините за выражение секты это вот примерно то же самое чем занимался сидящий сейчас в тюрьме отец сергий романов на вот матрона степана обвинена в том что являлась участницей контрреволюционной церковно-монархической группы выдавала за прозорливую вот многочисленные приемы в контрреволюционных целях прославляла могилу умершего папа валентина амфитеатрово распространял контрреволюционные провокационные слухи а якобы происходивших исцелениях на его могиле вот я организовывал паломничество верующих а вот ну почему слухи контрреволюционные потому что но это как бы обман население до введение его в заблуждение воспитания у людей каких-то вот предрассудков мракобесии так далее да вот революция это в том числе и ну как бы советская власть она пропагандировала как раз материалистический подход и соответственно это антисоветская пропаганда грубо говоря вот соответственно 7 декабря тройка нквд по статей 58 10 у к приговорил матрону степану к расстрелу вот сделали фотографию расстреляли на полигоне бутова и так далее тому подобное да вот 58 10 и соответственно по 58 2 расстрел потому что с использованием соответственно религиозных предрассудков масс то есть мы видим что по букве закона тройка нквд вполне себе в рамках да тут как бы нет таких каких-то жутких преступлений но вот чисто по букве закона да то есть 58 10 с использование предрассудков бах 58 2 расстрел то есть по букве все правильно кстати да а почему была введена то эта мера вот причем в двадцать седьмом году вот наказание по 58 2 до по одной простой причине потому что в двадцатые годы когда вот шло там это изъятие церковных ценностей до отделение церкви от государства и так далее тому подобное было множество беспорядков которые провоцировались от сами церкви до которые кричали что у нас отнимают наши любимые побрякушки да вот не дадим посрамить бога там ограбить бога и так далее тому подобное все на большевиков на кровавую советскую власть там защитите церковь и все дела соответственно случаев таких было известно очень много и за это отцов церкви судили да и и эти случаи они соответственно приводили к человеческим жертвам вот причем довольно большие время мастера как-то в одном из роликов про служеницына очень хорошо описывал процесс до двадцатых годов по церковному делу по делу церковников когда там вот в такой ситуации когда святые отцы вот пользуясь религиозными предрассудками масс спровоцировали толпу вот происходило изъятие мощей там да вот святые отцы спровоцировали толпу и толпа убила 130 то ли 6 то ли 7 представителей советской власти вот поэтому была обведена эта мера да что если религиозные предрассудки вот используются в антисоветской пропаганде то 58 2 вот они 6 месяцев ничего-то там короче вот это вот конюхова да то есть дальше зерцалова анна ивановна тоже мученицы так далее там подобное духовная писательница автор шик книг про валентина амфитеатрова так далее и тому подобное вот один но соответственно мы не берем ее детство отрочество юность до нас интересует уже ближе к телу да а деятельность анна зерцалой двадцатые годы упоминается воинственной атеистическом журнале против кладбища живет некая она михауна здесь можно купить фотографию святого ну вот появляются опять фотографии здесь продаются книги духовного содержания вот кормили нищих вот у бабушка естественно кормила нищих а вот сейчас введением карточек кормежка прекратилась здесь справляются по поминки в годовщину бывают тысячи молящихся в тридцать втором году этот дом у нее отобрали да ну дом напротив этой соответственно могилы естественно отобрали потому что извините меня частная собственность на дома у нас была отменена вот а ее саму лишили избирательных прав тут надо пояснить почему ее лишили избирательных прав потому что она жила на на доходы от коммерции на доходы от продажи духовных книг во время паспортизации ей как бывшей домовладелице или шенки было отказано выдачи паспорта и она была отправлена за 101 километр а вот ну бывший бывшие домовладелицы здесь ни при чем здесь имеются ввиду опять же вот не трудовые доходы от от этого и лишенства до от этого и 101 километр но она ивановна не выехала из москвы а продолжала жить в москве не имея паспорта на нелегальном положении то есть это нарушение паспортного режима уже жила у своих верующих друзей единомышленников вот обучал детей закону божьему чтению музыки письму деньги за уроки брать отказывался правильно делал потому что это было бы статья насчет закона божьего это уже пропаганда за деньги вот но потому что обучение детей закону божьему в то время рассматривалась как пропаганда религиозная да вот а если брать за нее деньги то это извлечение прибыли из этой самой пропаганды а вот вот опять распространял фотографии книги и книги вот записывал случай исцеления опять это театров вот по другим сведениям выезжала да а вот так далее тому подобное короче арестована 27 октября 37 года является активной участницей контрреволюционной церковно-монархической группировки в контрреволюционных целях прославляет как прозорливец монашку матрону матриону конюхову и как святого амфитеатров и так далее и тому подобное да вот вот следствие желал представить осуждение к осуждению целую контрреволюционную группу с целью следственное дело были соединены анна зерцаловы и почитатели другого подвижника благочестия росси монаха аристоклия амбросиева который тоже умер без помощи советской власти вот соответственно туда подтянули еще пару ребят вот вот понимаете очень сложно понять зачем их туда подтянули в это дело да но понятно что нквдшники злобные но контрреволюционную церковно-монархическую группу можно было бы из двух человек сделать кто является автором книг вот я сама вот первую книгу выпустила тогда тут пятую книгу после революции сдала последняя книга сдавалась не типографским способом от было отпечатанным на машинке вот почитатели и переписывали так далее и тому подобное вот какую цель вы преследовали издавая вышеупомянутые книги распространяя его фотографии а вот я являюсь почитательницы преследовала цель попарализовать этого валентина амфитеатрова да назовите следствие лиц которые способствовали вам прославление освещения священника валентина амфитеатрова а вот многочисленные почитатели вот большинство из лиц кто помогал выпускать книги умерло следствие требует от вас показаний в отношении лиц которые размножали вам его фотографии и перепечатывали ваши рукописи на машинке в последнее время назвать фамилии лиц которые помогали мне в размножении фотографий священника валентина амфитеатрова а также перепечатывали последнюю пятую книгу я зерцового анна ивановна отказываюсь тут вот интересный такой момент а почему вы отказываетесь и кто эти лица ну мать если они просто печатали по вашему заказу эти фотографии ту что тут страшно вот а вот вы прославляли его как святого не отрицаю вот представь прославляла как старца ну про чудеса и так далее и тому подобное вот нами после его смерти ведутся записи о чудесах об исцелении там траляля и все дела вы священника подготавливали канонизации да вот вели подготовительную работу на вот но поскольку невозможно в условиях советской власти канонизировать его как святого и открыть мощи то мы рассчитываем на падение советской власти после чего это сделать вполне возможно понимаете да ваше отношение к советской власти к советской власти я отношусь безразлично но я не согласна советской властью вопросов касающихся религий а именно советская власть как я считаю проводит гонение на церковь и верующих закрывает без согласия верующих церкви высылает безвинное духовенство все это вызывает не на недовольство не только у меня но большинство верующих в силу этого большинство верующих не любит советскую власть кроме того советская власть совершенно безвинных людей лишает крова как в частности меня что также порождает недовольство со стороны несправедливо обиженных ею вот ну понимаете вот это вот называется антисоветская пропаганда вот с использованием религиозных предрассудков масс вот то есть 58 10 наказание по статье 58 2 вот ну так далее тому подобное вот кому из своих знакомых вы излагали взгляды на советскую власть излагать свои взгляды о советской власти мне нет необходимости об ее отношении к нам верующим им очевидно они полностью разделяет свои взгляды а вот дальше значит следует очень хороший вопрос от следователя вы возводите клевету на советскую власть и граждан ссср заявляя что они враждебно настроены к советской власти вы это подтверждаете но под гражданами ссср следователь тут имеет верующих на которых сейчас на большинство да вот это мадам навесила как бы антисоветчину да следователи спрашивают вы за себя отвечаете вы зачем на граждан ссср вот так вот до навешиваете такие обвинения нет я это клеветой не считаю я сама вижу как советская власть разрушает наши храмы высылает наше духовенство и уничтожает церковные книги в школах запрещено преподавание слова божьего все это свидетельствует о гонений со стороны советской власти на религию это видят другие верующие и это вызывает у них недовольство следствие располагает данными что вы среди единомышленников распространяли контрреволюционные провокационные сути что советская власть есть власть антихриста я это отрицаю ну вот к сожалению какими данными располагает следствие мы не узнаем вот потому что нам их не покажут вот продолжим значит ну тут еще вот есть пантелеймона гончарова которая тоже по этому делу проходила да вот тут она уже по иеросимонаху аристоклию да ну как мы понимаем зерцавого то есть 58 до 10 по 58 2 то есть опять она д юра вполне себе попадает под эту статью вот ну тут вообще никаких данных практически нет вот поэтому ну мы тут ничего и сказать ты не можем вот дальше значит алексий гаврин так короче он фельдшерская школа ветеринар в 16 году переехал в москву вот духовным отцом был александр хатовицкий вот принял монашество вот в 30 был монахом соответственно но таким он как бы в церкви не служил он а нет он стал иноком да вот но заодно давал как бы крестьянам советы по ветеринарии и был таким авторитетом значит 22 октября 37 год был арестован заключен в бутырскую тюрьму а вот был обвинен что является почитателем умершего ахонского иеросимонаха аристоклия вот его келейника старцы сай вот там дон 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 на допросе монаха алексия отвечая на вопросы следует я сказал что среди лиц которые приходят ко мне за медицинской помощью или с вопросами в отношении того как вылечить скотину я проводил небольшие душеспасительные беседы чтение книг духовного содержания говорил поэтому вопросы с верующими посещающими церковь и на улице следствие располагает данными что вы беседуя с верующими выражали недовольство советской властью в ее отношении к религии высказывали по этому вопросу антисоветские настроения дайте показанию по существу вопроса потребовал следователь беседах с верующим я выражал недовольство что советская власть проводит гонение на религию закрывает церкви арестовывает духовенство и в связи с этим говорил что власть антихристова долго существовать не будет скоро придет такое время когда снова будет царствовать православная вера и церковь вот это вот опять же называется 58 10 с использованием по религиозных предрассудков масс по статье 58 2 вот то есть вот до расстрела я призывал верующих к тому чтобы они сверения смирением и любовью укрепляли церковь и являлись верными его по ее последователям нужно сказать что какое-то влияние это имела вот так далее кто и в каких целях посвящая посещал вас на квартире посещали очень многие из близлежащих селений и так далее и тому подобное ну то есть человек не отрицает что он вел антисоветскую агитацию и пропаганду понимать вот меня знали как ветеринарного фельдшера и оказали обращались чтобы я оказал помощь заболевшему скоту я не отрицаю что ко мне обращались и за советами другого порядка идти ли в колхозы спрашивали когда кончится советская власть и так далее на вопрос алкохозах я говорил чтобы в колхозы не входили а советской власти говорил что склана скоро должна погибнуть потому что мы ею многие недовольны ну то есть человек сам себе вот нарисовал статью вот и опять же мы не знаем какие на него были показания еще один емельянов иван арсентьевич вот это друг этого самого гаврина вот в комнате емельянова гаврин был пострижен в монашество что впоследствии поставлен властями вину хозяина квартиры с тридцать седьмом году на пенсии является почитателем умершего апонского и россии монаха арестокле а вот допрос значит то и в каких целях посещал на квартире алексей гаврина алексей петрович и гаврина на квартире посещали очень многие посещала священник александр хатовицкий это вот надо запомнить имя много многие другие из ближайших селений да и так далее следствие располагает данными что что гаврин обращавшихся к нему за советами обрабатывал в антисоветском духе вы подтверждаете это нет я это не подтверждаю а это не нужно это уже сам гаврин подтвердил на допросе вот гаврин сова в вашем присутствии проводил прием почитателей да иногда прива проводил следовательно вы были очевидцем да я был очевидцем гаврина разговор со своими почитателями был вашем присутствии или просил удалиться вот гаврин меня не стеснялся разговаривал моем присутствии а вот воспроизведите характер бесед большинстве случаев гаврина с посетителями проводил беседы на религиозные темы следствие располагает данными что вы являетесь одним из активных почитателей умершего афонского монаха арестокле и среди окружающих прославлять его как святого вы подтверждаете да не отрицаю вот ваше отношение к советской власти лояльны по вашим словам бы в словам вы лояльно настроены в то же время вы распространяете контрреволюционные провокационные слухи а якобы имеющимися гонений на религию как вы расцениваете ваши действия контрреволюционных слухов я не распространял я человек верующий в соответствии со своими религиозными убеждениями верю что установление власти человека не зависит а потому мое отношение к советской власти безразличное вот для меня безразлично какая власть будет и так далее тому подобное а вот среди окружающих вы заявляли что советская власть есть власть антихриста вы это подтверждаете не отрицаю действительно я считаю что советская власть есть власть антихриста и послала на народу наказание то есть мы тут видим что человек во первых действительно занимается контрреволюционной агитации и пропагандой 58 10 по 58 2 наказание вот и при этом он этого не понимает то есть он говорит что я контрреволюционных слухов не распространял там к советской власти как бы безразличен и в следующем же предложении признается в том что он занимался контрреволюционной пропагандой вот но сам он этого очевидно не понимает вот вы разделяете мировоззрение советской власти а насильством свежая свержение господства эксплуататоров и захвате власти в руки народа я как верующий считаю вот что я не должен никому делать зла и лишать его тех достояний которыми он владеет интересными вещам учит церковь да всего этого я не разделяем мировоззрение советской власти насильственные захвате власти а против всякого насилия я сторонник мирного переустройства общества мирного сотрудничества и так далее и тому подобное вот в общем мы посмотрели значит четырех даже пять обвиняемых по этому делу юридические все эти люди подходят по статью 58 10 и социальную защиту по 58 2 понимаете как бы не брызгала слюной православная церковь да как бы не клево проклятую советскую власть был закон в нем было написано вот так и вот то что они делали делать было нельзя они это делали а вот но могут сказать что извините за такие вещи расстрел это много да это много вот на самом деле я я говорю если бы это случилось там лет на пять раньше там или года на три позже не в тридцать седьмом году если бы вот их подтянули то скорее всего они получили были какие-нибудь соловки там очередные до или 101 километр а вот но у нас в нквд был товарищ ежок в это время который я уже говорил что он показывал на своих допросах и вот судя по этому судя потому что им влепили по максимуму да то есть по букве закона им всем выдали расстрел да значит товарищ а точнее господин ежок он нам не товарищ было бы абсолютно честен в своих показаниях да вот но тут есть еще один момент вот а именно вот этот самый александр хатовицкий про пресвитер духовный отец этого самого гаврина и так далее и тому подобное тут проблема в том что этот самый хатовицкий который как мы видим посещал из показаний емельянова мы это видим до что он посещал гаврина и так далее и тому подобное вот то есть был с ним связан вот это человек непростой дело в том что этот священник он к этому времени уже три раза отсидел ну и отсидел соответственно именно за соответственно антисоветскую агитацию пропаганду в том числе вот за организацию все всяких вот этих вот беспорядков да то есть обвинение при аресте нарушение декрета об отделении церкви от государства вот девятнадцатом году вот арестовали освободили через три дня первый арест на вот год ареста двадцатый год да вот 23 апреля 19 декабря 21 освобожден вот дальше на квартире отца лица александр проходили заседание священнослужителей и и мирян составлен проект резолюции приходского совета в котором от власти требовали гарантии что пожертвование будь действительно употреблены на спасение голодающих выражался протест против травли в прессе епископ и епископов и так далее и тому подобное год ареста 22 вот второй московский процесс против священнослужителей по моему это вот как раз то о чем рассказывал время мастер хотя не уверен а вот сопротивление изъятию церковных ценностей до пять лет поражения в правах с конфискацией вот то есть на 5 живут за распространение название вот этого известного патриарха тихона да то есть против конфискации вот запад стрекательство тайные явно призывали верующих к массовому и открытому противодействию постановлению в цик последствиям чего при фактическом изъятии произошли во многих местах республики эксцессы привыкшие кровавым событиям и пролитью крови да вот сам в ованов беседок с прихожанами распространяли заведомо ложные сведения судя по всему о деятельности должностных лиц администрации советской власти 1 членов местных комиссий помго сведения пум гол это те кто помогал голодающим побольше если вы помните возбуждал возбуждавшие в населении враждебные к ней отношения да а вот соответственно двадцать втором году был осужден двадцать третьем году вышел постоянно значит восстанавливался в должности арест в двадцать четвертом году да вот соответственно до социальный бредный элемент высылка вот вернулся в двадцать восьмом опять занял кафедру и так далее и тому подобное вот ну и наконец тридцать седьмой год арестован в последний раз верховные коллеги военные коллеги верховного суда ссср сталинские списки групповое дело московского церковно-фашистского центра 19 августа тридцать седьмого года понимаете че в что там было вот в этом деле я сразу скажу я не знаю вот я знаю только что по нему вот тут проходила сколько вот семь человек обвиняемых основные до которые были по нему расстреляны естественно сталинские списки как я уже говорил сталинский список это не значит что сталин туда кого-то сам записывал это значит что это дело рассматриваться военные коллеги верховного суда что перед тем как попасть на стол к сталину это дело прошло несколько ступеней защиты так сказать то есть собственно следствие потом проверку в гу в губе главном управлении госбезопасности нквд ссср потом проверку соответственно в тройке из вышинского там уж лифта и и еще и и соответственно текущего председателя нквд да то есть наркома нквд вот только потом это попадает к сталину который это подписывает да то есть это дело особой важности что там было я понять не могу потому что у нас тут как обычно да то есть ссылочки то есть только на мемориал и все дела это вот другие соответственно обвиняемые по этому процессу федор ковальский вот осуждение военной коллегии верховного суда террористическая организация участник нелегального фашистского террористического центра там и так далее и подобное значит тут сергий старогородский митрополит значит короче чтение белогвардейской прессы рассылка денег священникам каким-то ссыльным еще что-то никакого дела естественно в сети нигде нет вот еще один да то есть тоже вот арест не первый да то есть это уже отсидевший нас лавках и так далее и тому подобное вот аресты петроград 20 год петроград 22 год петроград 24 год то есть спекуляции канцелярскими принадлежностями да вот двадцать седьмом году вышел тридцать четвертый год опять арест связь с реакционными церковными кругами связь с белыми грантами там какие-то предоставлением клеветнической информации об ссср там еще что-то вот и так далее и тому подобное вот и соответственно военной коллегии парковного суда тридцать седьмой год 19 августа траляля все дела вот но естественно они все реабилитированы причислены там клику святых и так далее и тому подобное вот а кстати да тут есть такой момент интересный по поводу вот этого хатовицкого александра его жития да но оно большое тут вот у него книжку написал некий цыпин вот цыпин это тоже наш церковный деятель и так далее и тому подобное этот церковный деятель когда значит это самое когда путин заявил что может быть митрополита филиппа колычева убил немалюта скуратов этот цыпин самый заявил что но если есть такая версия вот то можно и поправить житие как 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 бы до митрополита филиппа колычева но так вот я это все собственно к чему говорю что значит вот эти вот ребятки все да они арестованы соответственно тоже или в конце лета или осенью 37 года вот и судя по всему имя александра хатовицкого который перед этим как раз прошел по другому большому процессу церковному который был с этими ребятами связан а вот она могла сыграть им большой минус потому что ну по нему делал гораздо серьезнее особой важности рассказывает но рассматриваются военные коллеги верховного суда исследователь из нквд увидев это имя показания да сразу сделал стоечку вот единственный вопрос вот александр хатовицкий он же опытный человек столько арестов вот столько общения с органами нквд и прочими проклятыми органами советской власти что ж ты такой красивый не сказал своим прихожанам что они подпадают под статью статья с 27 года действует ты не мог ее не знать что ж ты своим духовным детям не сказал чтобы они поменьше разговаривали на публику они нужны на религиозные темы да и про советскую власть ты же пастырь ты должен беречь своих духовных сыновей и дочерей но нет судя по всему в общении со своими прихожанами александр хатовицкий ничего такого им не сказал из-за чего они залетели под групповое дело номер п 74 889 вот после чего попали в новомученики вот вот такие вот дела понимаете я еще раз повторюсь я не собираюсь здесь никого оправдывать тут совершенно и явно видно что следователи нквд шили по максимуму в данном случае да то есть но с другой стороны во всех четырех материалах которые мы с вами сегодня прочитали есть состав преступлений и это учитывая то что это выжимки из дел еще не непонятно насколько аккуратно записаны и так далее и тому подобное больше никакой информации в сети по этим людям нет вот открыта она или закрыта в архивы в архивах я не знаю в общем все мы знаем из-за иоанна дамаскина и его друзей вот которые посмотрели вот соответственно выписали то что им надо да и теперь эти тексты и главное только эти тексты гуляют по сети по всем этим базам данным бессмертных бараков и так далее и тому подобное да а вот вот просто если бы была бы какая-то альтернатива да ну и бог с ними с этими житиями да ну вот у нас там есть по ивану грозному там какого-нибудь да там ну или по каким-то историческим фигурам да есть там церковное житие да есть какие-то документы да тут получается очень хреново житие есть которые как мы знаем можно подправить любой момент вот все ну в зависимости от требований времени вот это не официальный документ да это внутренняя церковная такая тема вот а самих дел мы не видим очень хотелось бы посмотреть вот в частности очень хотелось бы понять как вот этих вот двух бабушек и вот этих двух дедушек связали в одну стопку так сказать на вот и соответственно что было вот на этом вот деле московско церковного фашистского центра что им предъявляли потому что соответственно обвинение тут в чем их обвиняли абсолютно непонятно ну вот только вот поэтому персона нет хотя нет поэтому персонажу тоже соответственно только до 34 года информации а по делу московско церковного фашистского центра вообще нигде не написано ничего 5810 5811 5810 это антисоветская агитация естественно с использованием религиозных предрассудков 5811 это организация этой самой агитации 5811 организационная деятельность направленная к подготовке или совершению предусмотрен в настоящей главе преступлений вот мне интересно а вот общение с гавриным гражданина хатовицкого у которого те же самые статьи и емельяновым оно не подпадает в данном случае под 5811 нет не может такое быть что батюшка вот этот вот уже зэк рецидивист много жды раз упорота антисоветчик совершенно вот собирал группы бабушек и дедушек вот и подбивал заниматься антисоветской пропагандой нет наверное нет он же святой как он мог такое сделать подвести старичков то под смерть не мог конечно же это так фантазии вот в общем вот такое вот дело и я еще раз в конце повторюсь в данном случае нквдшников я не оправдываю нквдшники свое получили в смысле пулю в башку вот но очень хотелось бы посмотреть документы да вот что там было на самом деле а не кормиться вот этими вот избранными цитатами так сказать вот всем хорошего настроения ну по возможности всем добра